Всем привет! Хочу сказать пару слов о нашем свадебном видеографе с Сашей. Наверное, стоит начать с того, как вообще мы нашли Сашу. А нашли мы через рекламу, собственно, в Инстаграм, что уже для меня очень круто, потому что я обычно пролистываю всегда рекламу и даже не заостряю на ней внимание. А эта реклама меня поразила тем, что, не знаю, она какая-то была очень элегантная, что ли, и не похожа была на какие-то другие свадебные съемки, которые я до этого видела. И поэтому я перешла в профиль Саши и, посмотрев несколько работ, поняла, что я не хочу смотреть другие работы. И всё, я сделала свой выбор. Отправила своему мужу, он тоже одобрил сразу выбор. Ну и, в общем, всё, мы списались и назначили встречу. Встреча прошла очень круто. Я почувствовала, что я знаю Сашу очень долго. Мне было максимально комфортно, хотя я с незнакомыми людьми очень стеснительная. Но здесь просто он реально прям расположил к себе просто максимальным образом. Стоит отметить профессионализм Александра, потому что всю информацию, какую я хотела вообще услышать, мне предоставили. И это было очень круто. На протяжении всей подготовки к свадьбе Саша постоянно списывался с нами, спрашивал. Тем более у нас свадьба попала в такое непростое время, как пандемия. И Саша тоже вместе с нами волновался и очень переживал, как у нас вообще всё пройдёт. И верил только в самое лучшее, даже когда мы не верили. Собственно, перейдём к моменту свадьбы. Такой волнительный день, непростой и очень тревожный. Я сильно волновалась, потому что день сам по себе как бы не самый лёгкий. Так ещё и то, что ты окружён камерами, хотя ты к этому вообще абсолютно не привык. Это тебя очень сильно сковывает, думала я. Но как только с утра в номер мой влетел Саша, я поняла то, что я вообще зря переживала. Просто это было супер-мега комфортно. И если мне скажут, что писать вообще этого человека с точки зрения работы и профессионализма, я пишу только одним словом. Это комфортность. Это очень важно. Потому что какой бы крутой ни был видеограф, если вы себя с ним чувствуете скованно, или если он как-то чуть-чуть надменно себя с вами ведёт, и говорит вечно, что вы не так встали, там всё не так, сделай так. Так это тебя... Ну, ты не чувствуешь то, что это твой день. Ты чувствуешь себя больше какой-то, наверное, актрисой. А мы наоборот себя чувствовали, что это наш день, и что вот нас снимают такими, какими мы есть на самом деле. И нас не хотят поменять, нас не хотят там выстроить удачные ракурсы, как-то нас снять, чтобы мы казались там лучше. Нет, просто... Вот мы смотрели видео, когда оно было готово, и это было просто максимально мы. То есть просто других слов больше не может быть. По поводу, собственно, фильма. Ай, это прекрасно. Один из самых важных плюсов, то, что Саша делает короткие фильмы. Ну, как короткие? Для наших родителей это очень сильно короткий фильм. Для нас это просто идеальный вариант. Я до сих пор не понимаю, как можно уместить там в 20 минут времени просто весь спектр эмоций от свадьбы. Я считаю, что, ну, это одна из самых главных Сашиных фишек. Потому что, ну, я не знаю, мне кажется, это вообще нереально сделать. Это нужен какой-то талант. В общем, заканчивать буду свой монолог. Я вообще, и муж командировки, он тоже обычно сказал, что мы вообще нисколько не жалеем о том, что мы выбрали Сашу в качестве видеографа нашего самого главного дня. И теперь будем пересматривать этот чудесный фильм и вспоминать эти чудесные эмоции благодаря Саше. Спасибо большое!